Понадобилось всего 7 лет для того, чтобы стать крупнейшим производителем оборудования для сбора и транспортировки отходов. Всем привет, это Ломовоз и это Торкомс. Ну а теперь давайте посмотрим, как все это делается. А для того, чтобы получить более подробный рассказ, нам поможет Владимир, директор по развитию Торкомс. Здравствуйте. Добрый день, добро пожаловать. Пойдемте в цех, посмотрим на наше предприятие. Так, здесь у нас самое начало, да? Да, мы с вами сейчас пришли в цех раскроя, где хранится металл. На производственной площадке хранится месячный объем металла для производства, это около 500 тонн. Он хранится в цеху и также на площадке. Здесь мы видим с вами оборудование, это плазменная резка. Дальше мы с вами пройдем, это лазерная резка, гильотины, гибочные станки. Здесь хранятся отходы от металла, это самоопрокидывающие контейнеры. Соответственно, которые непосредственно потом удобно перегружать в контейнер под мультилифт. И наш партнер, кто вывозит, соответственно, лом, кому мы его сдаем, продаем, он тратит на это всего лишь 2 минуты, чтобы поменять контейнер под мультилифт. Ну да. Вот, это касаемо вашего. Вот, также вы видите, металл в рулонах у нас приходит. Это для малых контейнеров, которые под ТКО стоят у нас во дворе. Мы закажем его на сервис тали в наш размер для того, чтобы максимально снизить себестоимость, но при этом не потерять качество, так как металл весь идет в гостости у нас. А есть же локальные продавцы и… Мы работаем с трейдерами. Основные трейдеры – это Брокинвест сервис. Достаточно, у нас уже долгие истории совместной работы. Помимо этого мы работаем с Ротинаром, Дипосом, ну и еще многими другими компаниями. Но для того, чтобы дать хорошее качество, нам нужно где-то снизить стоимость. Мы не можем дороже всех быть всегда. Вот, поэтому мы заказываем металл напрямую, те позиции, которые используем достаточно много, напрямую с Северстали или с НЛМК. Но, однако, я вижу, у вас есть станочек, да, по резке? Да, мы сами разматываем непосредственно рулоны и рубим их в свой размер. Мы многое, что сделали на производстве, в целом, сами спроектировали и потом собрали. Один из них – это вот размотчик рулонов. Дальше мы с вами увидим автоматическую резку трубы в размер. То есть это ваша разработка? Да, но здесь ничего сложного. По сути, здесь там два вала, он выпрямляет лист, и потом гильотина это отрубает. То есть, если бы мы это закупали в какой-то компании определенной, это бы стоило, ну, в X10 дороже, чем нам это обошлось. Вот здесь у нас ЛПС и продольный прокат хранится. Марки стали, в основном у нас 0,9 Г2С, S500, есть PC3, также есть Hardex. Это то, что мы храним у себя на складе. Ну, это, наверное, под спецзаказ, да? Да, есть различные компании. Такой контейнер, чтобы он не умер никогда. Те, кто пришел на этот бизнес надолго, он хочет инвестировать в оборудование таким образом, чтобы через два года не обращаться к вопросу ремонта. Ну, насколько я понимаю, есть разница в цене, да, на продукцию, на вашу и ваших конкурентов. Все говорят, така дорого, да, така дорого. Но вот сегодня, допустим, подумал, окей, скупой платит дважды, это я по себе знаю, да, дорого должно быть хорошо. И я понимаю, что такой контейнер, допустим, в моей сфере, который, ну, скажем так, я поставил лодочку, да, он проработал у меня год, вывоз был там два раза в неделю, и все. Он, в принципе, прекрасно сохранился, и неважно, где я его заказал. Но, если речь идет о мусорном контейнере или перевалке, соответственно, там контейнер может загружаться и выгружаться по 6-7 раз за сутки, потому что они работают нон-стопом, и, наверное, здесь уже, да, мы видим качество. Так все-таки, чем вы лучше? Вот чем? Давайте начнем немножко с другого. В начале нашего разговора вы рассказали, что как вы запустили свой блог. А, ну да. То, что никто не делает это, правильно? То есть все работают, но никто не знает, как это, соответственно, выглядит, не хочет показывать это. Мы в свое время увидели, что производителей достаточно много. Все эти производители находятся в гаражных каких-то небольших кооперативах относительно... Ну да, это небольшая. За счет чего у них низкая себестоимость. Но что они все предлагают? Все они, по сути, предлагают какие-то небольшие металлоконструкции в виде контейнеров. И все они одинаково. Мы поняли, что есть разные отрасли. Есть отрасль металлолома, есть отрасль ТКО, есть сельскохозяйственная, есть, соответственно, экспортные сделки. И у всех разная специфика. И наша задача и цель была создать под каждый вид деятельности свой инструмент для работы. И, по сути, если мы работаем с металлоломом, мы понимаем, что это стоит там лодочка под стружку, то туда не нужна большая нагрузка. И туда можно купить недорогой контейнер, который будет более упрощен. И, соответственно, есть серия. Но при этом будут использоваться качественные материалы. И все необходимые, соответственно, узлы, то есть это зацепы, за что поднимается эта лодочка, это каркас, он будет сделан исходя со всех просчетов нагрузки. То есть он будет служить намного дольше. И, по сути, лучше мы еще, мы, а, у нас качество, б, у нас скорость. Те объемы, которые мы можем выдать за короткое время, ну, в принципе, в нашей стране никто не может сделать. То есть, грубо говоря, я могу предсказать, мне нужно 50 контейнеров, да, допустим, 30 кубов под мультилюфты. Сколько нужно времени, чтобы это сделать? В целом, по выпуску. Наше производство может выпускать только на данной производственной площадке, где мы с вами находимся, 6 контейнеров под мультилюфт в сутки. Да, это... Помимо этого, и мы еще можем делать 30-50 лодочек в сутки. Одновременно? Да. И еще около 120 малых контейнеров, это которые 1,1 куба. Так, подождите. Да. 6. 30-50. 30-50 и еще? 120. Ага, понятно. Данные цеха нам достались. Как достались? В свое время нам экстренно пришлось переехать к нашей другой площадке. И когда мы сюда приехали, здесь были земляные полы, здесь отсутствовали какие-либо вытяжки, краны и все остальное. Мы это все восстанавливали, кладывали деньги. То есть, для того, чтобы обеспечить хорошую выработку, нужно создать отличную логистику внутрицеховую. Как это можно добиться? Либо спроектировать цех, который будет оптимальным для вашего предприятия, либо организовать на том, который есть. На котором есть, вы сможете это только сделать с помощью каких-то передвижных элементов. Мы с вами видим желтые тележки. Это, да, простое, но это культура производства. Здесь на них мы всегда можем увидеть, это заготовки. На красных это полуфабрикаты. Здесь у нас цех раскроет. Пойдемте посмотрим лазер и дальнейшую, как это продвигается. Здесь мы с вами видим лазерную установку, которая позволяет нам, соответственно, резать без остановки. Работает при полной загрузке две смены. Здесь смены, то есть пока режется, оператор лазерной резки может выложить следующие листы на резку. И когда закончат резку, столы просто заменят друг другу. Поэтому станок работает, в принципе, постоянно. Здесь идут усилительные пластины. Там это используется на контейнерах под мультилифт. Это, допустим, используется на ролике. Разные заготовки. Они потом идут на склад хранения, а тут уже распределяются. После того, как металл порезали, порубили, его необходимо согнуть для того, чтобы уже отдавать на изгазы полуфабрикаты. Здесь у нас стоит два гибочных станка, которые позволяют согнуть нам металл под наши требования. И в дальнейшем уже эти полуфабрикаты, завтра из них будут делаться уже контейнер. Но этот станочек, походу, делал здесь, был всю жизнь, да? Нет, он не был всю жизнь, когда мы переехали. Здесь не было никакого оборудования. Этот станочек, мы его в экстрем порядке где-то купили. Он старше, наверное, меня. И при этом он справляется со своими, соответственно, задачами. Но у нас уже заложен новый гибочный станок. Дополнительно лазер 12-митровым колом. Но в связи, соответственно, с пандемией, немножко инвестирования внутри автомобиля. Ну или как обычно, все зависает на границе или где-нибудь еще. Да. Ну, сейчас мы, слава богу, пришли сварочный робот первый, который непосредственно мы заказывали. Это вот такая штука, которая сама... Да, которая сама уже варит. Тут у нас собираются передние, задние части кузовов либо контейнеров под мультилист. А, ну вот это как раз ворота. Да. Это, насколько я понимаю... То есть, существует... Это, скорее всего, под самосвальную дверь. А, это передняя часть, потому что она без разреза или... Нет, это дверь. Именно дверь. Она будет просто одной створчатой. Моно-будверь называется. А почему это удобно? Обычно две створчатые... Есть разные... Как еще раз повторюсь, есть различные сферы бизнеса. Где-то удобно самосвально, если это стекло, допустим. У нас есть клиенты, которые заготовку стекла делают, потом его перерабатывают. Они используют контейнерацию самосвальную дверь, как обычно, соответственно, в кузове. А также, если это зерно, ну, либо еще что-то сыпучее, элементный материал, там лучше самосвальную. Моно-дверь используется в случае крупногабаритов, которые загружают. Некоторые считают, что это более удобно. Бывает комбинированная у нас шесть конструкторов, которая позволяет решить любой вопрос. Можно сделать дверь А. самосвальную, Б. расплошную и С. моно. То есть она открывается в трех пространствах. То есть ты как хочешь, так и открыл. Да, у нас есть очень такой хороший партнер. Мы с ним давно работаем. Это компания Кроношпан. Это крупнейший переработок древесины. То есть Люрва Мерлене в основном ОСБ, плиту или напольное покрытие. Это они производят. Егоровский огромный завод. И они используют систему мультилим для того, чтобы привозить в Люрва свою продукцию. А в дальнейшем, чтобы этот контейнер не везти к себе на базу, они его поставят на какие-то пункты, где образуется много дерева. И у них закрытая логистика. Логистика. И у них двери, а вся стенка боковая, это одна дверь. То есть целая боковая стенка контейнера, это дверь. Да, да. Для того, чтобы можно было погрузить палец в стиметровый. Здесь мы видим различные контейнеры малых корм. В каждом регионе есть свои предпочтения. Вот такого типа в основном отправляется в нашу Санкт-Петербург, вторую столицу. Подожди, но сейчас, насколько я вижу, это обычный мусорный контейнер, но сейчас в моде пластик. А у вас делают железо. Это, наверное, на производство какое-нибудь? Нет, есть же, смотрите, пластиковые контейнеры. Мы являемся дистрибьюторами итальянской компании, только пластик. Также мы выдаем и российского производителя. Но и металлические контейнеры им дают тоже большое предпочтение. У них есть колоссальный плюс, который пластик никогда не заменит. А, они не горят. Пластик? Нет, металлические. В, они, соответственно, держат более жесткие нагрузки. И есть предпочтение работать больше с ними. Лодочки. Ну вот мы можем видеть с вами уже готовую лодочку. Здесь у нас камера по краске. Здесь идет линия. Мы подвешиваем контейнер. Он заходит в покрасочную камеру. Там его красит. Потом он в сушку. И тем самым этот цикл, ну вот, мы можем, то, что я вам говорил, 30-50 контейнеров. А теперь я понимаю, здесь у вас удобненько. Да, здесь все шеки и штуки сделаем. Почему лодочки у нас более дороже, ну, более, как кто-то говорит, дороже. На самом деле они не дороже. Я покупал одну. Да, если мы будем сравнивать не просто по названию, а по конструктиву, то у нас цена самая приемливая. Потому что она вырастает не за счет того, что у нас много накладных расходов, а за счет того, что мы делаем дополнительное усиление. Начиная с уголков, чтобы это не разъехалось, да. То есть у нас нет швов, у нас сгибов, то есть у нас лист цельно используется. Мы видим, что здесь у нас усиление идет. Также усиление ЦАПов для разгрузки у нас. По периметру уголок горячий, катанный. Сплошной шов всех вертикальных швов. Тем самым мы усиливаем этот контейнер. Все вертикальные швы, они сплошные швы. Вот здесь, пожалуйста, сплошной шов. Смотрите, цена этого контейнера, это, по-моему, подмус, а это у нас трешка, да? Это тройка-двойка. Тройка-двойка, и он стоит у вас, что-то в районе, я попробую угадать, тридцать пять. Ну, приблизительно, да. То есть тридцать пять – это розничная цена. Розница у нас недостаточно развита, ну, мы и занимаемся, но в целом мы заточены на оптовых покупателей. И когда вы заказываете, стоимость этого контейнера может снизиться до 32 тысяч рублей. Хорошо, а если возьмем вот этот контейнер, да, как его сделать дешевле? Где Паша? Ты куда? Вернись. Ну-ка, иди сюда. Вот как этот контейнер сделать дешевле? Вот что отсюда можно убрать, притом, ну, тем самым понизит его качество, да? Но при этом сэкономит. Давайте начнем с самого простого. Здесь у нас один цельный лист. Если взять, допустим, стандартный расстрой и использовать отходы, которые образуются, то здесь появится много кусочков. Я видел такие контейнеры. Да, это у нее не стоимость. Дальше. Вот этот САП, он сделан из трубляка 40 миллиметров. Можно поставить трубу толстостенную. Это опять снизит стоимость. Этот САП держится не только вот на этой точке крепления, а также еще внутри приварена пластина. Дополнительный, соответственно, жесткий. У него получается две точки. Тем самым он не выгинает и не ломает. Если мы это уберем, это уже снизит стоимость. Ну, на контейнере это, наверное, рублей там 350, возможно. Плюс пластины. Мы не варим какие-то там, не рубим. Мы вырезаем эти 6 миллиметров на лазере, красиво и ставим, удобно для эксплуатации. Дальнейшее. Горячий уголок можно заменить на холодный уголок. То есть это холодные, это отходы, которые остаются от производства. Мы это просто сгибаем и завариваем. Тем самым еще мы снизим 500 рублей. Можно убрать трубу, поставить швеллер. Меньше очищения, то есть там не 4 миллиметра, а там полтора. Мы также снизим стоимость. Можем не ставить сюда профиль. Мы можем просто поставить сюда уголок. Мы еще снизим. Все, я все понял. Дальше можно обрезать, теперь я понимаю различие. Так, я предлагаю пойти в самый главный цех, где собираются наши большие кузова, контейнера. Вот еще интересный момент, допустим. Посмотрите, это маленькие контейнера. Для того, чтобы добиться определенного качества, мы разработали стапеля. Человеку не надо переворачивать контейнер. Он прикрепляет лист на магнитный, там магниты держат стапель. Этот стапель крутится, как ему необходимо. Сварщик находится в одном положении. Он варит всегда один и тот же шов. Если, соответственно, он это не будет, ну, если он будет это стоять на полу, то скорость сварки уменьшится. На место, там, 20 выработки, которые он может сделать за сутки, он сделает всего 9. И качество его будет намного хуже. Официально не готовились к вашему приезду, чтобы вы увидели, как, ну, как на самом деле здесь все происходит. Когда здесь вот на стапеле мы видим 14-метровый контейнер, в основном у нас их заказывают такие компании транспортные, как ЭТЭК, это ЖЛТК, либо крупные металлургические комбинаты, как Абинский, Ленцы, Наворот, Металл, ну, и различные другие организации. Для того, чтобы качественно и быстро производить, мы разработали вот такой стапель. То есть здесь 36-метровый стол, стапель с гидроцилиндрами, с двумя головками. Он прижимает профиль к листу и позволяет обварить автоматически сразу с двух сторон. Здесь собираются стенки непосредственно, а передняя и задняя часть кузова собирается в том сухо. После этого сюда приходят, и тут уже это скомплектуется и делает специальный кузов. Мы предлагаем, что это будет. Да. Слушай, они... А? Они даже пытаются высоту ровненько выйти, что прям вот смотришь, и прям по линеечке... У нас есть карта швов. То есть если посмотреть, везде швы на одном и том же положении. Это не просто так. Ну, то есть они мелом либо это раскладывают. Ну, то есть это обязательно. То есть каждый контейнер должен быть максимально похож на своего... Ну, по-моему, я как бы не слухавил. Да-да-да, нет, хорошо. Допустим, здесь делается контейнер. Можем посмотреть там, кто закачивает с другой стороны. Это скорее всего по транспортировку хвостов. Ширина контейнера достаточно большая. Она практически подходит по правилам ГИБДД. То есть он 2,490 или 2,500. У нас произведено 2,550. И ребятам очень сложная задача. Тут стоит при сборке все время попадать в эти габариты. Я, по-моему, вот эту дверь видел, когда ее делали там. Нет, это не она. Была другая дверь вот такой толщины. Или это она была. Ну, в общем, я когда ее увидел, я испугался. Думаю, одна дверь весит там сколько тонн. Ну, ты еще один такой контейнер под определенные нужды. То есть, скорее всего, это по строительным мусору используется. Так, покрасочная камера, да? Да, здесь у нас находится покрашенная камера. Нас там не покрасят? Нет. Нет, нас там покрасят. 14-метровая камера, которая позволяет непосредственно скрасить сразу два кузова под мультилифт или под ломовоз, или один большой 14-метровый контейнер типа OpenTop. Вот, кстати, контейнер с боковым открыванием двери, да, в этой системе. Вот этот контейнер подо что? Он низкий. Это... Нет, здесь, скорее всего, данный контейнер будет использоваться. Здесь, видите, есть уплотнитель. А, он еще и... Да, пойдемте и посмотрим. На каждом контейнере есть шильдик. Там название компании написано, его серийный номер. И я с помощью этого смогу определить, для каких нужд. Я, кстати, видел, что в Европе, да, несмотря на то, в каком... Сколько осей у грузовика, там, 3, либо 4, у них у всех идут низкие контейнера. То есть, они, видимо, настолько все зажаты рамками по перегрузу, что там уже большие контейнера особо-то не используются. Смотрите, на самом деле, допустим, есть такая компания «Ремондис», достаточно крупнейший оператор по вывозу отходов в мире. В России он тоже работает, является там региональным оператором в одном из городов. И у них очень классный расчет. То есть, они используют для... Они используют четырехосные машины. Вот. А в основном майнеры – это установка крюк. И, значит, если это стройка, то это 12-кубовые. Они длинные, ну, там, 7 метров, но 12 кубов. Просто строительный мусор, один куб – это, ну, примерно 1 тонна, может быть, и полторы, может быть, и две, да. И, соответственно, ну, в принципе, больше, чем 14 тонн ты не сможешь загрузить в грузовик по правилам ГБД. Понятно. Большая, крупная мировая компания, конечно же, она не будет ничего нарушать. И они рассчитывают стоимость рейса. Если у них контейнер, допустим, выше, соответственно, кабины, то ветер, который... Аааа. Да, они дошли до того, что это все расчеты. В Европе тоже. И у нас есть европейские заказчики. Мы поставляем в Норвегию, Финляндию. И там наши клиенты, кто занимается металломом, они у нас заказывают всегда большие контейнеры. А те, кто занимается строительным мусором, они маленькие контейнеры. Кстати, я на складе видел один контейнер, который готовится к отгрузке куда-то в Европу. Да, и он особенный. Мы о нем поговорим чуть позже, да? Хорошо. А сейчас что у нас еще осталось? Что мы еще можем посмотреть? Елесникова. Мы с вами можем пройти на склад готовой продукции и там обратить на это все внимание. Так, ну сейчас мы на складе готовой продукции. У меня вопрос. Опять же, вернемся к качеству. Для меня, допустим, в ресторане очень важна подача. Я смотрю, что за подачей вы здесь тоже следите, да? Правильно. Вот это. Да, то есть для того, чтобы это можно было нормально транспортировать и к заказчику это приехало в нормальном виде, то есть не царапанное, да, без всяких скол, то необходимо подумать о упаковке. Данную продукцию мы отправляем не только по Московской области, но она и на Камчатку уходит, она на Сахалин уходит, она на Дальний Восток уходит. Понятно. Пока она едет трясется, уже все. Что делать, чтобы заказчик, то, что оплатил деньги, он получил непосредственно тот продукт? Еще вон они стоят. Пойдем к черным контейнерам. У меня прям по ним есть один вопрос. Я знаю, что это для того, чтобы были изготовлены под европейского заказчика. По-моему, Польша? Нидерланды. В Голландию. Ой, ну голландцы, да, они своеобразные. Или Норвегия. Сейчас я вам точно скажу. Итак, вот эти вот. Да, это Норвегия. Норвегия. Вот эти контейнера, мне уже сказали, что они сделаны полностью из трешки. Да. Зачем они? Это же он умрет. Или может быть, это он у нас умрет, а у них не умрет. Здесь специфика следующая. То есть данная компания занимается металлоломом. То есть это подлом? Да. То есть мы тоже долго думали, потом начинали просчитывать нагрузки определенные. В принципе, оказалось, что данный контейнер может выдержать колоссальные нагрузки, но не динамически. А если туда это перегрузили, а потом... Сложили аккуратненько, аккуратненько выгрузили. Какова масса у этого контейнера? Данная масса у него около трех тонн. Если быть там точно на 30. Если мы здесь 30 кубов, да? Да. И вот 30 кубов. Здесь не 30, а мы здесь можем увидеть обозначение. 35 кубов, длина 6800. Тройка, четверка. Четверка дно, тройка стенки. Вот это ребро, оно, соответственно, выдерживает нагрузку. И с помощью него мы уменьшаем толщину листа. И, соответственно, снижаем вес. Данный контейнер разработан только именно под компанией, которая занимается металлоломом и нещадно их использует. Ну, допустим, давайте представим, у вас есть... Я представляю, перевалочная машина, которая забила его до самой верх, и еще сверху еще добавила немного. И Фукс его там утрамбовал, как может. То есть, можем... Там есть компания в Омске, очень наши хорошие друзья. Они очень следят за своим маркетингом, хорошо вкладывают металлокасса. И, допустим, они используют таких более там 60 контейнеров. У них есть спутники, площадка сбора и много спутниковых площадок. Они туда все это свозят с помощью таких контейнеров. И тем самым ломовозы не задействуют. Да, у меня тоже есть одна знакомая компания, которая в основном использует мультилифты. Перевалочная машина и все. Ломовозы, по сути, не нужны, когда... Если у тебя лом сам приходит. А если его нужно собирать... Это другой момент. Так, еще у меня был вопрос по поводу формы вот этих контейнеров. Да, ваш самый популярный. Называются они как? Хардбенд. Хардбенд. Вот эта сиська снизу. Почему не прямой? Почему он закругленный? Какая нагрузка здесь идет? Здесь все очень здорово сделано, продумано. Мы их производим очень много. И в свое время задача была создать контейнер для транспортировки хвостов на место захоронения, на полигон. То есть это для транспортировки отходов, которые отсортировали пластик, бутылку и все остальное. И то, что нельзя уже переработать, отсортироваться, это отправляется на полигон. Соответственно, все полигоны у нас сдвинулись в Московскую область достаточно далеко. Их практически уже не осталось. Но смысл в том, что это необходимо возить. Как это можно отвезти? Есть два способа. Либо открытый контейнер под мультилифт, то, что мы с вами видим. Либо закрытый контейнер под мультилифт, под пресс, который туда вдавливают. Понятно, который вдавливает, у него идет через технологические отверстия. И он наполняется нагрузкой распределением. А когда это с открытой вверх, то здесь погрузчик большим ковшом туда трампует, либо грейфером. И наша задача была сделать намного жестче контейнер, но с минимальным весом. И вот аналоги, которые выдерживают такую нагрузку, как Харбенд, они весят около 4 тонн. Наш контейнер весит 3,100. Ну, там, 3,120. Вот. И по поводу этой сиськи, как ты выразился. То есть, на самом деле, это ребро жесткости. Это большое ребро жесткости. То есть, мы берем металл, мы ему придаем уже определенную жесткость. И когда, соответственно, на него идет нагрузка, он уже отрабатывает. За место дополнительного швелина. У него здесь мы используем одно вертикальное ребро, потому что мы видим посередине. Это, по сути, коник от лесовоза. То есть, он идет, сваривается и через двух тавр проваривается. То есть, он проходит. Сам он также держит эту нагрузку. И, в принципе, этого достаточно. Поэтому это самый, наверное, момент излюбленный инструмент для транспортировки. Смотри, половинка ломовоза поехала. Установка вместе с... Это не ваше, да? Это не наше. Эх, сегодня я под кузовом налазаюсь. Так, ну, первое, что бросается, ребра вот эти внизу. Да, то есть, эти ребра необходимы для того, чтобы лист на дне не прогибался. То есть, когда идет сверху постоянное уплотнение мусора, то сколько бы мы ни клали, ни ставили усилителей, рейнджеронов или просто швеллеров, как их называют, да, там, по-умному, то между ними вот такие выемки происходят. Данный уголок, он это устраняет. Тем самым, соответственно... Дно крепче. И тут, смотри, сразу я вижу, прям вот, прям мне в глаза бросилось. Паш, иди сюда. Я покажу. Казалось бы мелочь, да, но приятная. Да, почему здесь есть, а тут нет. Догадаешь? Нет? Потому что выгружать было удобнее, чтобы все, что находится здесь, просто высыпалось, когда ты поднимаешь контейнер. А если бы этого не добавили, то понятно, что здесь все застряло. А застрявший кусок наверху... Мне очень приятно. Да, при условии, что сюда забивал только что экскаватор, 4 контейнера вместо одного. Да, абсолютно верно. Это уже сложно вытащить. Так, что у нас тут еще интересно? Также здесь для усиления все проварено сплошным швом, все листы приварены нахлёст. Мы видим, что, вот видите, здесь видно другой шов с обратной стороны. То есть, опять к вопросу дорого. Ну, дорого, ну, это не потому что дорого, это потому что качественно. Потому что все мелочи доделаны до конца, продуманы. И, соответственно, потрачено больше сил, но из-за того он дольше прослушен. Вот здесь мы видим с вами кузова, точнее ковши, я бы их так назвал. А можно перебью, перебью? Вот тот мне очень нравится, раскраска, прям огонь. Вот зеленый-синий вот эти. Я видел их в инстаграм, очень красивые. Ну, это понятно, мы уже обсуждали. Да, в принципе, мы с вами посмотрели, это просто опять определенная подача. Так, вот это для чего? Это отправляется то ли в Финляндию, то ли в Норвегию. У нас просто два сразу параллельные заказа идут. И та, и другая компания занимается металлоломом. То есть, вот это для внутренней логистики на площадке компании, которая занимается как раз металлоломом. Культура, она ведется к тому, что на площадке не должен практически лом валяться. Но если мы не про черный говорим, а какой-то там другой, он должен находиться в какой-то емкости. Ну да. Такие емкости они используют. У меня есть один вопрос еще, там будет экспериментальный ваш такой маленький контейнер. Паш, смотри, ловушка для бомжей. Насколько я понимаю, этот контейнер, да, он предназначен для сбора тары, да, это пластик, это стекло. Почему я сказал ловушка для бомжей? Потому что, ну, ты ночью подошел, надо же набрать задачу, что раз, пообратно уже приходишь утром, а тут их десяток набилось. Почему не пошла вот эта система? На самом деле, ловушка для бомжей, ну, это классная идея, но если она будет, тогда туда никто еще выкидывать не будет. Нет, задача случалась для другого изначально. Это, ну, был проект в Нижнем Новгороде реализован, то есть без данных механизмов сюда очень попадало много мусора без вот этого. Ну, правильно, идешь пакет, бросил туда, да, и все. И все остальное. Задача все-таки раздельного сбора, чтобы население, ну, в данной сетке, именно, там, бутылку, соответственно, банку, вот все, то, что можно переработать, кидывалось. Когда первый раз сделали, начали, почему вообще сетка, да, потому что она закрытая, чтобы туда пакет нельзя было выкидывать. И, ну, туда попадало где-то процентов 40 того, что нельзя переработать. Когда поставили таковую мембрану, можно так, да, назвать, то это количество полезной фракции там увеличилось до 90%. Это очень большой был показатель. В принципе, в Нижнем Новгороде это реализовал Артем Патрин. У них свой экотехнопарк достаточно большой. Они перерабатывают пластик и уже делают из нее гранулы. Так, ну, наверное, на этом мы рассказ о Торкомс закончим. Владимир, большое вам спасибо за подробный, прям подробный рассказ. Вот, желаем вам огромных успехов, чтобы вы дальше росли, росли и развивались. И тут вот можно еще несколько территорий, да, освоить. Спасибо. Спасибо большое. С 2018 года одним из направлений группы компании Торкомс стала ТК-лифт. Они делают мультилифты, ломовозы и прицепы к ним. На первый взгляд, довольно-таки неплохо. Давайте поближе посмотрим, что же они делают. Ну, ломовозы сами по себе техника довольно-таки интересные. Заключением нескольких моментов. Допустим, МАЗ, ну, неинтересно никому. Здесь все понятно. Установка десяточка. Тоже все ясно. Сотни обзоров есть, сотни отзывов. Вполне надежные. А вот что придумали ребята из ТК-лифт с кузовом, вот тут у меня есть вопрос. Меня очень интересует, что это за труба сверху и зачем она была сделана. На этот вопрос мне сможет ответить руководитель подразделения ТК-лифт, Никита. Никита, иди сюда, не стесняйся. Итак, расскажи, пожалуйста, зачем эта труба? Она же может добавлять лишний вес. Тара нам очень интересна, потому что МАЗ сам по себе довольно-таки тяжелая тележка. В итоге с обычным кузовом там получается что-то в районе 17,5 тонн он весит. Вы, наверное, машину еще не взвешивали, да? Конкретно эту машину еще не взвешивали. Машина также будет весить примерно 17,5 тонн. Зачем же нужна круглая труба? Круглая труба в первую очередь нужна, что при погрузке лома, естественно, мы получаем удары. Удары ломом, удары грейфером. Круглая форма трубы в первую очередь способствует тому, что лом с нее скатывается. То есть при ударе она не пробивается, а с нее металл соскальзывает. А, ну мы тоже частенько, когда грузимся, я вижу то, что лом, он не всегда кладется в кузов, да? Иногда бывает так, что его нужно затащить, это может быть какой-то, это может быть арматура. Вот она, допустим, очень сильно портит борта, и я видел несколько ломовозов, которые реально уже посерединке кузова у них вот такой, так вот все съедено. А есть уже отзывы людей, которые брали вот эти машины? Есть, конечно, отзывы. Труба и кузов держатся прекрасно. В первую очередь эта идея была взята из мусорной отрасли. Мы делали контейнеры для автомобилей системы мультилифт, и там такие же жесткие условия эксплуатации, как с ломом. Там грузят экскаваторами, трамбуют, и труба показала себя лучше всего. Хорошо, и с какой стали он сделан? Толщина? Стенка 5 мм, дно 6 мм. Ну, в принципе, да. Я думаю, что он долго довольно-таки проживет. А какие-то есть особенности по задней, допустим, двери? Что-то... Давай посмотрим. Я говорю, я не такой уж прям суперэксперт. Задняя дверь имеет три замка. То есть замок, штырь уходит в нижнюю часть рамки. Сверху корона соединена также с рычагом, и с обратной стороны кузова есть крючок. То есть, соответственно, вот эту корону мы тоже можем поднять. Естественно, она открывается с помощью грейфера и с помощью рукояти. Да, это хорошее решение. Кстати, корона довольно-таки, я смотрю, широко висит на дверях, поэтому сложновато будет их выдавить. Плюс ко всему, естественно, нет никаких перемычек на кузове. Допом двойная труба, установленная на рамке, то есть дает дополнительную жесткость, и кузов не разгибается в стороны. Естественно, все связано, увязано, проверено. Хорошо. Ну и тут у вас еще есть новинка, которую, в принципе, вы даже не представляли, да? Это ваш прицеп. Это совместный прицеп наших предприятий. И, соответственно, кузов 30 кубических метров. На подкате прицепа производства автомастером. Специальный совместный проект. Специальный прицеп изготовили специально для нас. Мы на нем установили кузов. Соответственно, это одна из первых версий этого прицепа. Это, так сказать, опытный образец, да? Он нигде не представленный, скажем, отдаем в тест, отдаем в пользование. Дальше будем смотреть по нему отзывы. Может быть, как самосвальный, так и не самосвальный. Этот вариант не самосвальный жесткий, но шасси абсолютно одинаковые. То есть, что самосвал, что не самосвал, все одно и то же, за исключением отсутствия или наличия гидроцилиндра. Окей, а мы по ценам вообще можем говорить, да? Это открыто, да? Можем говорить по ценам? В принципе, да. Соответственно, стоимость прицепа без подъемного механизма какова? Ну, плюс-минус там. Около миллион, от миллион восемьсот до двух. В общем, в рынке. Да, в зависимости от применяемых стали и так далее. Ну, а с подъемным, соответственно, уже будет... Там разница в сто тысяч рублей, грубо. Все зависит от цилиндра. Что мы хотим? Хотим КАМАЗ, да? Или мы хотим какую-то европейскую? Все понятно. Лом не грузят, не прессуют, как мусор. Соответственно, его не раздувает, ему при открытии ничего не мешает. То есть, здесь механизм... Ну, тут бы я поспорил, очень часто бывает, что... Ну, не так. То есть, если мы говорим о мусоре, то мусор, он достаточно мягкий. Ну, да. Вот, его напрессовывают так, что стоит экскаватор гусеничный обычно. Правильно, и из четырех контейнеров... И отжимается на мусор. Из четырех контейнеров делают один. В итоге. Ну, два. Кстати, так зарабатывают мусорщики. Если что. Ладно, попробуем его открыть. Посмотрим, что у нас. Еще откроется. Внутрь. Я думаю, откроется. Но это опытный образец, он должен открываться. То, что я говорил. Вон он. Зацеп там. Стяжка. То есть, он входит туда. И дополнительно закрывается вот за тот крючок. А давай мы оператора закинем в кузов. Давай, ты любишь залазить. Только я тебя прошу, не убейся. Смотри, кстати, абсолютно новый грейфер. Да, он... Это приятно. Но самое обидное, я по себе знаю, что вот таким он будет всего лишь одну погрузку. После первой же погрузки он будет уже похож весь перецарапанный и некрасивый. Хочется взять баллончик и всегда его докрасить. Но мне кажется, это глупо. Так, давайте, ребят, закроем двери. Посмотрим, как работает этот механизм. Разворачивайся. О! Все, по итогу мы имеем... Здесь закрыто. Здесь на растягивание тоже закрыто. И плюс штыречек еще снизу. Соответственно, выбраться отсюда уже нельзя. Надеюсь, они нас выпустят все же. Ребят, все, а тут жарко, выпускаете. Итак, по сути, что нужно для того, чтобы за 7 лет достичь таких высот? Мне кажется, в первую очередь нужно делать свое дело хорошо. Саш, ты где? Паш, я тут, Паш. Где ты, Саш? Здесь, где? Тут, тут. Саш, что с тобой? Да, все в порядке. Ну что, пойдем тогда? Ну что, позови кого-нибудь, а? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!